Привет, 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 здравствуйте, 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 привет всем, привет, второй этаж. Слушайте, спасибо, спасибо. Слушайте, я очкарик, вы, наверное, заметили, да, и... Знаете, у меня из-за этого было очень сложное детство, очень сложное детство, потому что я все свое детство ходил в специальный детский садик для плоховидящих детей из-за очень сильного косоглазия. Но чтобы вы, девушка, представляли, насколько сильное косоглазие, вот представьте, у меня один глаз смотрит на вас, а второй вот он панин, в плане очень опустился, понимаете, вот у меня было такое зрение. И кто не знает, косоглазие лечится двумя способами, это лазерная коррекция для богатых и пластырь для бедных. И это не шутка, действительно, пластырем заклеивают более сильный глаз, для того, чтобы более слабый напрягался, обрастал мышцами и потихоньку вставал на место. И я с таким пластырем проходил три года, и самое обидное, что мой детский садик находился на проспекте Кутузова, понимаете, то есть жизнь тарахнула меня по полной, да, и... Действительно было тяжело, знаете, я почувствовал себя нужным в детстве, нужным, всего один раз, когда ребята с моего двора решили с помощью солнца и моих очков поджечь жука. И у них это получилось, а я не увидел, понимаете. Я помню только запах, знаете, запах отчаяния, да, и... Есть, конечно, плюсы того, что я в очках, я, например, не годен в армию, и в моем военном билете так и написано, что я буду годен только в случае боевых действий, да, то есть когда война. И... да, и таких, как я, много, понимаете, то есть Министерство обороны Российской Федерации адекватно считает, что все очкарики, астматики, карлики, именно мы, б***ь, тот джокер, который поможет стране во время войны. Я буду стрелять не туда, да, астматики из-за одышки не добегут до врага, карлики не вылезут из окопа, да, и... Либо они надеются, как те парни со двора, да, либо они надеются, как те парни со двора, что я с помощью солнца и очков, знаете, буду сжигать вражеские танки, да, но я, кстати, на самом деле ничего плохого в самой иронии не вижу, да, теперь вижу, и... Просто я клянусь вам, я считаю, что вот если нас и призывать, то вот уже, пожалуйста, в День Победы, да, на парад, чтобы мы маршировали впереди всех и в форме врага, типа, смотрите, как мы им наваляли, и... И мы идем, понимаете? И более того, в моем военном билете есть приписка, кто служил, тот знает, что в случае мобилизации я буду годен в информационные войска. Информационные войска. Знаете, как они это решили? Меня в военкомате спросили, ты Word, Excel знаешь? Я говорю, да, они информационные войска. В ногу ли со временем идет наша армия, а? Когда хакеры США будут взломывать секретные сайты ФСБ, я в ответ, в пейнте, да, из эллипсов нарисую член, типа, вот вам ответочка, да? Знаете, о моем здоровье больше всего заботилась бабушка, да, она у меня врач с 40-летним стажем, настоящий профессионал. И как настоящий профессионал, она в свое время меня повязала в Анапу к знахарке, да? И когда меня первый раз, знаете, знахарка увидела, да, она осмотрела меня, взяла два яйца, положила их в кастрюлю и сказала, смотри, твои глаза, как эти яйца, пока сырые, но пройдет пять минут, я позавтракаю и подумаем, что делать с твоими глазами, понимаете? Это очень странная была знахарка. Все говорят, что я похож на Витя Ака, да? Типа, чувак, ты похож на Витя Ака, можно с тобой сфоткаться, да, напиши про это монолог. Я говорю, я напишу про это шутки, только когда у меня закончится вообще вся тема для шуток, понимаете? Витя Ака, да? Вас когда-нибудь пи***ли за чужое творчество? Просто недавно Витю Ака отб***ли за мои монологи, да? Не благодарите, это аудисовка будет в Шамрай, спасибо!